МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добро пожаловать на «Расцвет пробуждения». Я ваш ведущий Гермес Фалькао-младший. Сегодня мы будем говорить о строительстве дома. По словам Иисуса, есть два вида фундаментов. Мы будем изучать Матфея, 7 главу. Слушайте очень внимательно. Эта тема очень вдохновит вас, а также вы узнаете из слова, как вам нужно жить. Давайте читать Евангелие от Матфея, 7 глава, 24 стих. Итак, «Всякого, кто слушает слова Моисеи и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот. И он не упал, потому что основан был на камне». А всякий, кто слушает сии слова Моисеи и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. «И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот. И он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова Сии, народ удивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи». Итак, Иисус рассказывает здесь о двух домах, которые были построены на разных основаниях. Один был построен на камне, подули ветры, устремились на тот дом, а он смог устоять. Он не упал, потому что у него было хорошее основание. Он был построен на камне. Затем Иисус упоминает глупого человека. Он говорит, что мудрый человек построил дом на камне, на твердом основании. Пришли дожди, ветры, бури, но дом тут не упал. Почему? Из-за надежного основания. Второй дом был построен глупцом. Так его назвал Иисус. Глупый человек построил на песке. Пришли дожди, ветра и потопы, и дом упал, а его падение было великим. Почему? Потому что у него не было основания. Он был построен на песке. А это ненадежное основание. Иисус сравнивает действия глупого человека с мудром и говорит, что строящий на песке глупец. Представьте себе эту картину. Буря, потоп, ветер сошли на оба дома. Сценарий был одинаковый. Но в чем же была разница? Итог был разным. Последствия этих обстоятельств были разными. Почему же так? Потому что основания были разными. Иисус рассказал эту историю, чтобы мы понимали, что мы должны быть готовы ко всему и строить наш духовный дом на крепком фундаменте Слова Божьего. Есть много мест, где Иисус преподносит эту же истину, только другими словами. Например, это Евангелие от Матфея, 13 глава. Это притча о Сеятеле. Она совсем другая, но в ней похожие принципы. Итак, давайте посмотрим Евангелие от Матфея, 13 главу. И получал их много притчами, говоря. Вот. Вышел Сеятель Сеять, и когда Он сел, иное упало при дороге. И налетели птицы, и поклевали то семя. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло терния, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во сто крат, а другое в шестьдесят. Иное же в тридцать. Кто имеет туши, слышит, да слышит. Как видите, это другая притча, но с похожими принципами. Здесь сказано, иное упало в тернии, и выросло терния, и заглушило его. Иное упало в каменистую почву, где земля была неглубока. Иисус говорит здесь об основании. Он также сказал, что иное семя упало в хорошую почву, и принесло плод в тридцать, другое в шестьдесят, а некоторое и во сто крат. В притче о сеятеле и в истории о том, чтобы строить жизнь на камне, Иисус объясняет принцип основания. На чем вы строите свою жизнь? Вот вам вопрос. Лишь на мурашках и эмоциях вы испытываете их на конференциях, да? Испытываете регулярно. Поймите меня правильно. В эмоциях нет ничего плохого, но на чем именно построена ваша жизнь. Построена ли она на Слове Божьем, на его обетованиях и на его завете? И даже в тяжелые времена, когда дует ветер и поднимается буря и напирает на дом, что это означает? Речь идет о противостоянии, о жизненных обстоятельствах, выступающих против вашего дома. И что происходит? Если ваш дом построен на камне, он устоит и не упадет, потому что у него хорошее основание. За мою жизнь я видел много людей, отпавших от веры. Я не такой старый, но я уже много повидал. Я даже видел, как служители жили хорошо, а потом были обмануты настолько, что отреклись от своей веры. Я видел такое даже среди моих знакомых. Я видел людей с большим даром, которые активно участвовали в Божьем деле, но со временем, после каких-то событий, или когда они начали слушаться другое учение, они начали отходить от Слова Божьего. А позже они вообще отступили от веры. Это ужасно. А потом я стал размышлять, почему это происходит, почему эти люди отступают от веры. И ответ я нашел в Библии. Они — это дом, построенный на песке. Ответ также есть и в притче о сеятеле. Они — как семена в тернистой почве, которых заглушили заботы века сего. А это значит, что мы с вами должны усердно заниматься нашей духовной жизнью, изучать Слово Божие, стоять на нем и верить в принципы Слова Божьего. Это и есть библейское основание. Никогда, слышите? Никогда не пренебрегайте Священным Писанием, потому что оно вдохновлено самим Богом. Дух Святой вдохнул жизнь в Писание, чтобы оно могло быть нашим основанием. Поэтому я хотел бы задать вам вопрос. На чем лично вы строите свою жизнь? Возможно, вы строите на эмоциях, или ваше строительство зависит от вашего настроения, или же вы строите на истине Слово Божьего и на крепком основании по имени Иисус Христос. помните, Иисус сказал Петру, «Ты, Петр, и на всем камне я построю свою церковь». Если вы прочтете этот стих в контексте, то поймете, что камнем назван не Петр, а откровение о том, что Иисус был Мессией. Иисус спрашивал у своих учеников, кем люди почитают меня? Петр ответил, «Ты, Христос, Сын Живого Бога». А ты, Петр, и на этом камне, на каком именно камне, на откровении о том, что ты Христос, на этом камне, я построю мою церковь, и врата ада не одолеют ее. Задумайтесь над этим, на чем вы строите свою жизнь. Это существенно важно для вашей жизни. Ветры обязательно придут, и потопы будут, и они будут биться о ваш дом. Но если у вас правильное основание жизни, то вы обязательно выстоите. Вы обязательно победите. Так же и нам нужно строить свою жизнь на основании Слова Божьего. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, а потом сразу же вернемся. Я жду вас. До встречи. Привет, я сейчас нахожусь в молитвенном доме в Эджвотер. Мы вместе с моей мамой Марией Фалькао служили здесь на этой неделе. И у нас есть прекрасное свидетельство о Джоанн Лоре. Господь сделал что-то для этой женщины на сегодняшнем собрании. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, что же с вами произошло. Мне 82 года, и я страдала от боли в спине целых 25 лет. 40 лет я проработала медсестрой, а потом попала в аварию, которая повредила мой позвоночник. Но сегодня утром Господь прикоснулся ко мне. Он исцелил мою спину и мои уши. Я плохо слышала на правое ухо, и сегодня оно открылось. Слава Богу! Господь вернул мне радость, и теперь я полна радости. Сестра Мария прикоснулась к моему животу, и я начала смеяться. И эта радость, она шла изнутри, она шла от Господа. И весь день я радуюсь. Слава Богу! Раньше я никогда так не радовалась. Слава Богу! 25 лет у вас была проблема с диском, ведь так? Да. Это причиняло вам боль, а насколько сильная боль была от одного до десяти. Иногда девять или десять. И что вы почувствовали в спине сегодня утром? Я почувствовала тепло и комфорт. Это удивительно. Слава Богу! А еще у вас открылось ухо? Да. Мы воздаем Иисусу хвалу. Он двигается в Америке. Если люди поверят, то они увидят славу Божию. Мы славим Иисуса за все, что Он делает. Мы любим вас, пусть Бог благословит вас. Мы снова с вами. Сегодня мы говорим об основании вашей жизни. О чем вы строите свою жизнь? Это очень важно. Это важно для вашей судьбы, вашего будущего и вашей духовной жизни. Ваше основание определяет, как далеко вы зайдете. Недавно я размышлял над посланием к Тимофею, в котором Павел наставляет своего духовного сына Тимофея. Тимофей был молодым человеком, и он был учеником Павла. Он многому учился у Павла. И Павел дал ему несколько конкретных повелений, которые стоит прочитать. Они напрямую связаны со всем, что говорил Иисус в своих притчах и проповедях. Иисус использовал примеры из повседневной жизни, поэтому люди хорошо понимали его, рассказывая историю о строительстве на песке или притчу о сеятеле. Он использовал привычные знакомые людям вещи, чтобы донести до них духовные принципы. Таким образом, даже ребенок понимал, что он говорил. Давайте прочитаем второе послание Тимофею, третью главу, десятый стих. Здесь Павел учит чему-то Тимофея. Тут сказано «А ты последовал мне в учении». Речь идет об учении и Словом. Это значит, что учение Слова очень важно. Ваши доктрины очень важны. Понятно, что мы должны основываться не только на интеллектуальных знаниях, но они тоже немаловажны. У всего, что вы проповедуете, учите и просто говорите, должно быть хорошее библейское основание, иначе вы просто выражаете свое мнение. Далее сказано «Ты последовал мне в житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях». То есть Тимофей наследовал Павла во всем – в учении, в образе жизни, в вере, любви и терпении. Следовательно, Тимофей обращал внимание на то, чему учил Павел, а также на то, как он жил, верил, любил, терпел и переживал гонения. И, конечно же, страдания. В гонениях сказано «страданиях, постигших меня в Антиохии, иконе, листрах». Каковые гонения я перенес и от всех избавил меня Господь. То есть Тимофей наблюдал за всеми событиями в жизни Павла и следовал его примеру. Это означает, что вы можете построить свою жизнь на основании Слова Божьего. А также можете следовать примеру тех, кто тоже выбрал Слово Божие в качестве своего основания. Вы понимаете? Итак, все, чему вы учитесь из Слова и от людей, которые построили свою жизнь на Слове, будет оказывать огромное влияние на вашу жизнь, как было в случае Павла и Тимофея. Затем Павел продолжает «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе и Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен и что тебе верено, зная, кем ты научен. Притом же, ты с детства знаешь священное Писание, которые могут умудрить себя во спасение, веруя во Христа и Иисуса. Вы только посмотрите, он говорит, Тимофей, ты научен этому с детства, и тебе нужно продолжать пребывать в том, чему ты научен. Иными словами, оставайся на этом основании. «Да, расти и поднимайся выше в Господе, но помни свое основание». Я видел людей даже в харизматических кругах, которые молились за больных, пророчествовали и любили сверхъестественные проявления. Но сегодня они больше не служат Иисусу. Они последовали за учением, которое не имеет ничего общего с Библией. А знаете почему? У них не было основания. Вы можете быть мудрым человеком, который строит на камне. Именно об этом говорил Тимофею Павел. Я провожу параллель между словами Павла и словами Иисуса. А в 16 стихе он пишет «Все Писание Бога духовновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Иными словами, Павел говорит «Помни, чему ты был научен. Помни Писание, которое может умудрить себя ко спасению и вере в Иисуса Христа». То есть Павел дает серьезные повеления Тимофею о том, как он должен продолжать строить свою жизнь на правильном основании». Павел говорит, что «Все Писание вдохновлено Богом». Когда он писал это, еще не было новозаветного канона, а значит, он говорил о Ветхом Завете. Иными словами, «Все Писание дано Богом, и все оно полезно для научения, обличения, исправления и для наставления в праведности, чтобы люди Божии были готовы ко всякому доброму делу. Если вы хотите быть оснащены для добрых дел, то у вас должно быть правильное основание, а таковым основанием является Слово Божие. Сверхъестественные проявления — это прекрасно, но они должны сопровождать Слово. Они не могут быть вашим основанием, вашим единственным основанием. Что же это означает? Означает это, что различные переживания в разрезе слова — это хорошо, но если ваши переживания противоречат тому, что говорит Библия, тогда лучше забыть об этих переживаниях. Откуда я это взял? Павел пишет, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Но эти слова связаны с 16 стихом, где сказано, что все Писание вдохновлено Богом. Итак, у вас должна быть жажда по изучению Слова Божьего, и вы должны основываться на хорошем учении. Именно поэтому в нашем служении есть библейская онлайн-школа. в ней люди изучают Слово Божие и что оно говорит о нас, об исцелении, о дарах Святого Духа и так далее. Мы хотим объединить сверхъестественные проявления Святого Духа с Писанием. Они не должны идти раздельно. Многие люди думают так, мне нужно хорошее библейское основание и никаких сверхъестественных проявлений. Но Слово призывает нас познавать Бога и переживать Его. Но есть и другая группа людей. Для них важны только переживания и ничего большее. Они проповедуют только о своих переживаниях, никаких мест писания, никакого Слова Божьего, никакого учения, исправления и наставления. Это значит, что у них нет баланса. Неудивительно, что после такого люди начинают верить в пришельцев, ну и так далее. Почему вы настолько увлеклись переживаниями? Я не говорю, что переживания не важны, но если вы постоянно говорите только о сверхъестественном и вас интересует только это, то у вас не будет баланса. У вас нет основания в слове, поэтому вы не прислушиваетесь к исправлениям и корректировкам из Слова Божьего. Поэтому мы решили открыть свою школу. Вы можете записаться в нее на нашем веб-сайте. Это очень сильно благословит вас. пока все материалы бесплатно. Поэтому мы можем просто учиться Слову Божьему и наполняться им. Именно об этом Павел писал Тимофею. Иисус тоже изучал Писание. Как вы думаете, почему, когда сатана искушал Иисуса, сам Иисус отвечал, написано, написано и снова написано. Он получил откровение об этом или знал это? Вы как думаете? Он знал Писание. И Дух Святой подсказывал ему, что говорится. Иисус сказал, что Дух Святой будет напоминать нам о том, что Он сказал. Но как Дух Святой будет напоминать нам, если мы не знаем, что сказал Иисус? Дух Святой будет напоминать вам то, что сказал Иисус. Он может только напоминать вам то, что вы уже знаете от Иисуса. Как же вы можете знать, если не знаете, что говорит Библия? Строите, как мудрый человек. Строите на камне. На каком камне? На Христе, на Мессии. Так сказал сам Иисус. И тогда врата ада не одолеют вас. Ад — это место, куда люди идут после смерти. А это означает, что даже смерть не способна одолеть церковь. Почему же так? Потому что церковь построена на камне. На откровении о том, кто такой Христос. Это очень важно. Поэтому решите. Строите свою жизнь на камне. Будьте мудрым человеком. Аминь. Стройте свою жизнь правильно. А сейчас я хотел бы помолиться за вас. Я хочу помолиться за вас, чтобы Господь прикоснулся к вам и наполнил вас своим словом и своим духом. Чтобы вы строили свою жизнь на правильном основании и росли в Иисусе. Давайте молиться. Отец, во имя Иисуса, прикоснись к людям, которые смотрят нас по всему миру. Они желают расти духовно и строить свою жизнь на правильном основании. Помоги им выбирать не только слово или дух, а объединять их вместе. Тогда они будут переживать твое присутствие, твою силу. Но в то же самое время они будут расти в познании и в откровении твоего слова. Во имя Иисуса, Отец, строй сильную церковь. Пусть тело Христа будет полностью пропитано твоим словом и твоей силой. Во имя Иисуса Христа. Я молюсь о свежем откровении о том, кто ты. Пусть твой дух святой сойдет сейчас на всех наших зрителей. Дай им пережиться волну твоего присутствия. Пусть твое слово проявляется силой и властью через твою сильную и славную церковь. Спасибо за то, что ты готовишь прекрасную невесту, которая будет отражать свет Христа. Отец, помоги тем, кто в нужде. Прикоснись к тем, кто болен. Пусть они прямо сейчас переживут прикосновения Святого Духа. Пусть Дух Святой служит им, и все их нужды будут восполнены. Отец, прикоснись к тем, кто страдает эмоционально и финансово. К тем, кто сражается с зависимостями. Отец, принеси им свободу. Принеси исцеление. Мы провозглашаем твою силу, твое помазание и славу. Пусть они текут без каких-либо преград. Во имя Иисуса Христа. Отец, спасибо за силу и за власть, которую ты даешь церкви. Пусть они продолжают стоять на том же основании, как и Тимофей, который пребывал в учении, любви и в терпении. Отец наполняет церковь своей силой и властью от Духа Святого. Благослови каждого из них. Пусть они испытают Божью полноту. Спасибо за твой мир, за твою радость, за твое пребывание вместе с нами в жизни всех, кто смотрит на нас сейчас. Во имя Иисуса разрушь все твердыни, разрушь все дела дьявола. Я молюсь за всех, кто смотрит нас сейчас. Отец, пусть они будут сильны в Господе, надеющиеся на Господа, обновятся в силе. Отец, спасибо за то, что твой Дух Святой прикасается к каждому телезрителю. Отец, я молюсь за дома и семьи. Пусть они будут построены на камне, на Господе Иисусе, во имя Иисуса. Отец, укрепляй всех новообращенных. Помоги им познать себя лучше. И каждый день расти в этом познании. Дух Святой, спасибо за твое сладкое помазание. Отец, спасибо за каждого драгоценного человека, который смотрит нас сейчас. Во имя Иисуса. Аминь. Я молюсь за каждого из вас. Спасибо им за то, что были с нами. Пусть Бог благословит вас. И увидимся в следующем выпуске. Благословения вам. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»